МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Все белорусское народное собрание, высшая форма демократии и народовластия. Страна готовится к проведению важнейшего политического события. Услышать каждого и помочь разобраться. В регионе продолжают работу общественные приемные. От слесаря-ремонтника до директора крупнейшего предприятия. С лауреатом премии «Человек года» Дмитрием Черняковым встретились наши корреспонденты. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Беларусь на пороге масштабного и важнейшего политического события Всебелорусского народного собрания. Ожидается, что оно пройдет в январе-феврале. На общенациональном форуме соберутся представители всех слоев общества, чтобы определить главные векторы развития страны. О подготовке Всебелорусскому народному собранию наш следующий репортаж. На Всебелорусское народное собрание, которое пройдет в шестой раз, приедут делегаты со всех регионов страны. Все вместе они оценят работу власти за прошедшие пять лет и определят основные направления и параметры развития государства. А еще выработают план экономического и социального развития страны на предстоящий пятилетний срок. Одно из тем собрание станет проект изменения Конституции Республики Беларусь и внесения в нее некоторых поправок. Немного истории. Первое Всебелорусское народное собрание было почти четверть века назад, в 1996-м. Президент Александр Лукашенко решил впервые на самом высоком уровне посоветоваться с народом по важнейшим проблемам государственного строительства, определиться со стратегией и тактикой развития белорусского общества. На следующих четырех продолжали обозначаться основные приоритеты жизни государства. В разные периоды упор делали на продовольственную безопасность, экспорт, строительство, жилье, инвестиции, инновации. Ключевыми становились вопросы создания новых производств, предприятий и отраслей. На последнем собрании летом 2016-го делегаты вместе с главой государства поставили следующую цель на пятилетку – повысить качество жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. На днях президент озвучил ряд важных инициатив. Например, сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Он нужен, чтобы контролировать главное направление развития государства, отметил Александр Лукашенко. Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. И в правительство, в парламент они не годятся, эти полномочия. Коль мы у президента забираем, куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть и Белорусское народное собрание, поэтому некоторые полномочия придется передать. Я буду предлагать это, чтобы мы делегатами этого собрания избирали людей на пять лет. А что думают наши земляки, которые в качестве делегатов присутствовали на предыдущих Всебелорусских народных собраниях? Как они оценивают их эффективность и результативность? Прокурор Гомельской области Виктор Морозов дважды являлся делегатом Всебелорусского народного собрания. По его словам, участие в таких форумах – не только почетная, но и очень ответственная обязанность. Ведь цели, поставленные на собрание, нужно грамотно и методично притворять в жизнь. Мы обуздали наркотрафик. Сегодня количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, существенно уменьшилось. Это результат той суровой карательной практики судов, а также создания в обществе нетерпимой обстановки к тем, кто сегодня наживается на здоровье и горе потребителей наркотиков. В числе вопросов, которые можно было бы обсудить, сегодня, вы знаете, в обществе широко обсуждается БЧБ-символика. Я, как прокурор области, изучал уголовные дела в отношении бывших полицайев, которые были осуждены после войны. Хочу с уверенностью сказать, что эта символика себя скомпрометировала в годы Великой Отечественной войны. И у нашего белорусского народа, особенно у старшего поколения, бело-красно-белый флаг ассоциируется вот с теми злодеяниями, которые совершили полицаи, изменники Родины. Считаю, что эту символику надо отнести к экстремистской и вместе с фашистской свастикой и другими символами Третьего рейха запретить в нашей стране, а тот, кто его пропагандирует, привлекать к административной и другой ответственности. Делегатом предыдущего Всебелорусского народного собрания была заместитель главного врача Гомельского областного клинического кардиологического центра Анжелика Дорогокупец. Тогда одним из приоритетов для медицины стало развитие фармацевтической отрасли. У нас сейчас достаточно много препаратов выпускается в нашей промышленности. Это и рабочие места, это и доступность этих лекарственных средств для всего населения. И мы горды тем, что мы можем использовать белорусский препарат. Наталья Глинка, работник банковской структуры Рогачева, рассказывает, что для нее было самым главным во время участия в минувшем общенациональном форуме. Это вопросы создания новых рабочих мест и повышения благосостояния людей. Есть у Натальи пожелания для делегатов будущего Всебелорусского народного собрания. Хотелось бы, чтобы в следующем этапе наше правительство уделило больше внимания это качество образования, медицины, комфортной, достойной жизни и, конечно же, заработной платы и пенсии. Учитель истории 6-й Рогачевской школы Лариса Литвинова вспоминает, что участие в 5-м собрании для нее стало наградой за 20-летний педагогический стаж. И об этом событии преподаватель до сих пор рассказывает на уроках своим ученикам. Как участник прошлого собрания мне, возможно, не хватило работы в каких-то секциях, где бы мы могли поделиться конкретными своими проблемами своей сферы образования и проблемами своего региона. Еще одно предложение, которое будет рассмотрено на будущем Всебелорусском народном собрании – избирать делегатов на 5-летний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят. Им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы. Такая интересная и важная инициатива принадлежит главе государства Александру Лукашенко. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели. На этой неделе на Гомельщине продолжили работу общественные приемные. Сюда обращаются с разными вопросами и личными, и касающимися общественной жизни. Такая форма работы хороша тем, что есть возможность выслушать разные точки зрения и выявить проблемы, для решения которых необходимо в том числе внесение корректировок в законодательство. Анализ эффективности работы общественных приемных в материале наших корреспондентов. Режим работы общественной приемной предусматривает проведение прямой телефонной линии и личного приема. В облсполкоме она работает по вторникам и четвергам с 16 до 18 часов. Все обращения обязательно фиксируются на бумаге для дальнейшего анализа. Гомельщанин Юрий Казиатко, который обращается на прямую линию, уверен, Беларусь должна быть президентской, но выбирать руководителей регионов должны местные жители. Мое личное мнение. Первое. Республика Беларусь должна быть республично-президентской. Второе. Президентство должно выбирать Верховный Совет. Синаторы там, как их, губернаторы. Синаторов губернаторов должны избирать по областям народа. Конкретные предложения на приеме у председателя областного комитета по труду, занятости и социальной защите Петра Шудько есть и у еще одного посетителя. Члены политических партий и общественных организаций могут выдвигаться кандидатами в органы власти только через трудовые коллективы, в которых они работают, а не по партийным спискам. Это даст возможность реально оценить способности потенциальных кандидатов. Чтобы в Конституцию было внесено, что члены политических партий, общественных организаций могут быть выдвинуты кандидатами в органы власти только через трудовой коллектив, в котором они работают, а не по спискам. То есть, чтобы меня выдвинуть, понимаете, мне надо через ветеранов, получается, или через трудовые коллективы, вот я не работаю нигде, значит, через союз, к примеру, ветеран, или собрать там какие-то подписи. А у него привилегия. Он сидит в офисе, там, решил Ивана или Петра по списку обсудили, там, и он пошел. Во время приема, который проводит член Совета Республики, председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, разговор о выполнении населением противоэпидемических мероприятий. Гомельчанин уверен, масочный режим должен иметь обязательный, а не рекомендательный характер. В первую очередь в транспорте и в магазинах. Вместе с тем, на законодательном уровне эта норма пока не определена. Алла Смоляк обещает озвучить этот вопрос в Верхней Палате Парламента. Общественные приемные, они нужны в обязательном порядке. Это возможность общения, живого общения человека с государственными органами власти. За два часа работы общественной приемной заместитель начальника главного управления образования Гомельского облсполкома Жанна Жданович успевает рассмотреть ряд вопросов, которые затрагивают самые разные стороны жизни. Жительница Ветковского района жалуется на низкую пенсию мужа-инвалида третьей группы. Еще одна просьба – пересмотреть подходы к наказанию за коррупционные преступления в случае возмещения нанесенного ущерба. Среди рассмотренного также противоэпидемический режим в школах и детских садах. Кстати, сейчас школы посещают более 80% учащихся. Во время первой волны коронавируса в классах находилось только 30% школьников. Обязательный режим ношения масок всеми педагогическими работниками и работниками школы. Дети носят маски по желанию. Это обязательно проветривание классов, обязательно проведение влажной уборки с использованием детсредств. И нужно отметить, что сегодня в беседах с родителями мы слышим, что все-таки опыт весенний говорит о том, что учебное занятие с учителем в классе – это самая лучшая форма общения, самая лучшая форма получения знаний. На приеме у члена Совета Республики начальника гомельской таможни Феликса Ишкова гомельчанка Лилия Пос рассказывает о ситуации из личного опыта. В этом году она находилась в одной из больниц сестринского ухода. Для оплаты оказанных услуг с пациента высчитывают 80% пенсии. Проблема в том, что пенсии у всех разные. А поэтому кто-то за те же услуги платит 500 рублей, а кто-то – 150. По мнению посетительницы, это не соответствует принципу социальной справедливости. А поэтому в соответствующие законодательные акты нужно внести изменения. Когда я выезжала на коляске в коридор, то видела, что обитатели этой БСУ – всякие, и бывшие бомжи, в общем, разной социального уровня. То спрашивается, должно ли так быть. Вопросов много. И хотя часто они носят личный характер, без изменений в законодательстве их решение невозможно. После завершения работы приемной сенатор Феликс Ишков говорит о необходимости изучения общественного мнения и обещает не оставить без внимания ни одного обращения. На сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, насколько важна работа, которая проводится. Потому что как мы на сегодняшний день построим нашу нормативную базу, включая самый главный наш документ, так мы и будем жить в дальнейшем. Наша страна, она не зря называется социальным государством. Алексей Нсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели. Беларусь закрывает наземную границу для граждан страны в целях борьбы с коронавирусом. Ограничения начнут действовать с нуля часов 21 декабря и не касаются авиаперелетов. Подробности введенных изменений, а также других важных событий недели – далее во взоре от службы информации. В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Ограничения начнут действовать с нуля часов 21 декабря. Гражданам запретят выезд, если он не связан с рабочими командировками, дипмиссиями, учебой и экстренными поводами. Иностранцам, прибывающим в Беларусь, необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. 9 декабря состоялось открытие пограничного поста «Диражичей» на белорусско-украинской границе. Все помещения находятся в 23 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены современным оборудованием. Как отметили в Госпогранкомитете, возведение таких модульных застав требует существенно меньше сил, средств и времени, а также позволяет при необходимости в короткие сроки переместить подразделения на другой участок границы. С 10 октября под контролем заставы находится речной участок белорусско-украинской государственной границы протяженностью более 20 километров. В службе пограничники активно используют плавсредства различного типа и тепловизоры. Останки красноармейца Владимира Лайкова, уроженца Новозыпковского района, погибшего в 43-м году в Лоевском районе, передали родственникам бойца. Церемония прошла в пригранище Белоруссии и России. Останки обнаружили в этом году поисковики Гомельского областного общественного объединения «Память Отечества» у деревни Марс Лоевского района. Записка, вложенная в гильзу от патрона, помогла установить личность погибшего. Как выяснилось, рядовой Владимир Лайков 1924 года рождения был призван в 307-ю стрелковую дивизию в сентябре 43-го года. С ноября родственники перестали получать от него письма и считали его пропавшим без вести. Похоронят Владимира Лайкова в деревне Замишево Новозыпковского района. Профсоюзные юристы в Гомельской области в этом году помогли восстановить 13 незаконно уволенных работников. Об этом сообщил председатель областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов на пленуме Совета областного объединения профсоюзов. Правовые инспекторы участвовали в судебных заседаниях по 17 делам, вытекающим из трудовых отношений. 13 незаконно уволенных восстановлены. Работникам возвращено 350 тысяч незаконно удержанных средств. Также в этом году продолжался общественный контроль, соблюдение законодательства о труде. 10 декабря в Беларуси стартовал самый масштабный марафон добра. Акция «Наши дети» уже 25 лет в преддверии Нового года делает счастливее мальчишек и девчонок со всей страны. Традиционно в эти декабрьские дни посещают детские дома, интернаты, опекунские приемные семьи, больницы. Дарят подарки. Эпидситуация сказалась на проведении праздника. Встречи пройдут с минимальным количеством гостей, с обязательным масочным режимом. Продлится акция «Наши дети» до 10 января. 11 декабря зажглись огни на главной елке Гомеля. Организаторы подготовили для горожан развлечения, игры и хороводы, выступления артистов. Не обошлось действовать без новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки, а также без символа уходящего года – мыши Марфы Васильевны и символа наступающего года – быка Баяна. Кульминацией стало включение праздничной иллюминации не только на елке, но и на всей площади Ленина. Профориентационные субботы продолжают свою работу в учреждениях профессионально-технического и высшего образования региона. И призваны они как можно раньше дать почву для размышлений о профессии будущего. Чаще всего встречи проходят в интерактивной форме с организацией мастер-классов и обсуждением перспектив, которые могут дать выбранные специальности. О том, куда ведут профтехдороги и о том, можно ли достойно заработать рабочей профессией – наше воскресное интервью с директором Гомельского государственного профессионального технологического лицея Александром Горлинка. Около 150 профессиональных кадров для городской промышленности. Именно столько специалистов выпускает в год ваш лицей. О каких профессиях, Александр Александрович, идет речь? На сегодняшний момент мы осуществляем подготовку по 13 профессий. Исторически так сложилось, что в 2014 году путем реорганизации химико-технологического лицея и лицея машиностроения появилось новое учебное заведение – технологический лицей. У нас достаточно многопрофильное учебное заведение. Мы готовим специалистов рабочих кадров и в области металлообработки, токар, шлифовщик, слесар, в области энергетики, электромонтер, электромонтажник, клиточник, штукатур и для химической промышленности. Лаборант химического анализа, гальваник, лечащий пластмасс. И, кстати, мы в республике, профессия гальваник и лечащий пластмасс, мы единственные в республике, которые готовим по этим направлениям. Список на выбор достаточно большой. Все-таки какие профессии сегодня наиболее востребованы у ребят, и что немаловажно, на рынке труда? На рынке труда все профессии наши востребованы. Ну, а у ребят ежегодно меняется ситуация, но ежегодно профессия лаборант химического анализа у чайов-битуриентов вызывает наибольший интерес. И у нас конкурс «Два человека на место», а также по профессии электромонтер, промоутер-электроборудование тоже бывают конкурсы. При разработке новых специальностей, специализаций, спрашиваете ли у работодателя будущего, что необходимо, что нужно? Ведь от этого зависит, как полагаю, эффективность трудоустройства в будущем. В обязательном порядке мы ежегодно при корректировке контроля цифр приема мы дополнительно заключаем договора, меняем, корректируем цифры приема. Плюс ежегодно мы согласовываем наши учебные планы, программы именно с занимательными заказчиками кадров. Плюс в течение учебного года мы прислушиваемся к мнению наших заказчиков кадров по поводу, что нужно дополнить, какую тему можно рассмотреть дополнительно. В обязательном порядке. Я знаю, с каждым годом вы стараетесь увеличить процент практических занятий. Какой эффект это дает на финишной прямой? В основном обучаются группы со сроком обучения 3 года. И вот на третьем курсе 8 месяцев они находятся на предприятии. Производственное обучение, производственная практика у них проходит на предприятии. И если в производственных мастерских что-то у них не получалось, то за 8 месяцев они выходят подготовленными рабочими кадрами. Из трех лет 8 месяцев на предприятии, и плюс еще большое количество времени в мастерских, то есть практики практически 50%? Ну, даже иногда больше. В нашем учебном заведении мы изготавливаем различную родопродукцию для населения. И многие учащиеся участвуют в этом процессе. При этом есть возможность у них заработать дополнительно. Это и кованые изделия, и лавочки, и печень. В общем, сварочные изделия в основном. Вот, это сварка. Ну и плюс ежегодно проходит конкурс про техобразование технического декоративного творчества, где можно уже на практике показать, на что ты способен. И в завершение, Александр Александрович, понятен интерес к высшей школе. Он был, есть и, наверное, будет. И все-таки, какие доводы вы, как руководитель лицея, приводите при общении с ребятами, их родителями, в пользу перспектив тех дорог, которыми ведет профтехобразование? Ну, мы профессионную работу начинаем уже с сентября месяца. Тем более у нас проводится экспонентальная площадка на нашей базе по профессиональной работе. И по субботам у нас проходят встречи с учениками школ. Но при встречах, какие доводы мы предлагаем? Ну, во-первых, абитуриенты, наши выпускники получают, ну, дальнейшие выпускники получают диплом в профессионально-техническом образовании, получают профессию, которая востребована на рынке труда. И чтобы как бы жизнь не сложилась, они всегда будут оставаться с этой профессией. Во-вторых, это достаточно высокая заработная плата у тех выпускников, которые стали мастерами своего дела. Вот, я хочу привести несколько примеров. Например, у нас учащиеся во время прохождения производственной практики на предприятии, на оплачиваемой практике, зарабатывают 700-800 рублей. А вот два года назад у нас был парень, который при прохождении производственного обучения на заводе «Литя и Нормали» в качестве маляра получал 1200-1300 рублей. То есть он еще помогал родителям. И это во время обучения. Во время обучения, да. Ну и в-третьих, те молодые люди, которые хотят продолжить обучение, хотят продолжить развиваться в своей профессии, они могут после нашего лицея, после профтехобразования, поступить на сокращенную форму обучения в колледже нашего города, либо всей республики. И, проучившись два года, получить среднеспециальное образование. Я бы хотел добавить, заказчики кадров более охотно рассматривают кандидатуры выпускников в вузов с инженерным образованием, которые имеют профессионально-техническое образование, потому что они знают эту профессию изнутри и, как говорится, потрогали ее в руках. Кто-то скажет, до вступительных испытаний еще достаточно далеко. И все-таки, наверное, о будущей профессии нужно задуматься уже сейчас. Спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи. Спасибо. Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященный лауреатам премии Гомельского облсполкома «Человек года». Сегодня речь пойдет о победителе в номинации руководитель директоре открытого акционерного общества Гомельский химический завод Дмитрия Чернякова. О том, каким был его 17-летний путь от слесаря-ремотника до директора предприятия, расскажет Светлана Князева. Родился, вырос, учился и даже служил не то что в Гомеле, а еще и в советском районе города Гомеля. И работаю в советском районе города Гомеля. И еще ровесник советского района. Вот так четко Дмитрий Черняков дал нам понять, что он истинный патриот своей малой родины. А еще он однолюб в плане места работы. В его трудовой книжке всего одна запись, принят на работу на Гомельский химический завод. Учился Дмитрий Черняков в Гомельском политехническом институте по специальности промышленная теплоэнергетика. Первым местом работы стала теплоэлектростанция химзавода. В должности слесаря-ремонтника он проработал год, потом была армия. После еще один год работы в прежней должности. Чуть позже, на протяжении года, Дмитрий Черняков трудился инженером-технологом. Затем начальником теплоэлектростанции, начальником цеха. Потом резкий какой-то получился поворот. Меня назначили, меня технаря, больше привыкшему к гайкам, к механизмам, к задвижкам, к котлам. И вот меня в завод управления пригласили. Несмотря на абсолютно новое направление в работе, Дмитрию Чернякову удалось в короткие сроки вывести идеологическую работу предприятия на качественно новый уровень. Понимая, что работа с людьми требует особого внимания, идеолог химзавода в те годы много работал над собой. Закончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина, институт повышения квалификации и переподготовки кадров. Получил квалификацию экономист. После более чем пятилетней работы в качестве идеолога Дмитрия Чернякова ждал новый поворот. Ему предложили должность главного инженера, а через шесть лет – должность директора предприятия. Главный принцип в работе – ты должен показывать пример. Требуй себя прежде всего и воспитывай себя. Воспитаешь себя, соответственно, и твои подчиненные по иерархии, они тоже будут смотреть на тебя и следовать за тобой, как за лидером. Большое внимание на заводе уделяется условиям труда и отдыха работников. Они получают достойные зарплату и соцпакет. На завод ежегодно поступает миллион тонн сырья, и столько же здесь отгружают готовой продукции. Если в 2015 году производили 15 тысяч тонн, в 2018 – 900 тысяч, то сегодня – 960. Ежегодный объем инвестирования составляет порядка 15 миллионов долларов. По итогам 2019 года Гомельский химический завод признан лучшим экспортером Беларуси в нефтехимической отрасли – предприятием, которым руководит «Человек года». Светлана Князева, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.